Amazfit GTX 2A Mini, версия 2022 года. Плюсы и минусы. Краткий обзор с опытом использования часов. Начнем с плюсов. Во-первых, они эффективно работают именно в связке с телефоном, при постоянной работе Bluetooth. Второй плюс. Суперкомпактный и удобный. Третий плюс. Ремешок, который идет из коробки. Очень удобный и комфортный. Четвертый момент. У ремешка на лямбке имеется выступ-фиксатор, позволяющий хорошо фиксировать хвост ремешка, выходящий из замка. Пятое. Поддерживается быстрая замена ремешка. То есть на том же Алиэкспрессе можно докупить несколько ремешков и выбирать по потребности, быстро их заменяя. Шестой плюс. Много вариантов оформления дисплея. Несколько вариантов идет уже установленные сами часы. И после того, как вы свяжете часы с телефоном, можно из соответствующего приложения догружать огромное количество разных вариантов дисплея. Некоторые из них классические, напоминают классические часы. Некоторые напоминают цифровые часы. Некоторые из них многофункциональные дисплеи дают и так далее. Седьмой момент. Икран шикарный, но есть один важный момент. Сразу убирайте через настройки автоматическую регулировку подсветки. И выкручивайте подсветку дисплея принудительно на максимум. Да, это несколько снизит время работы без подзарядки, но при этом дает мощный прирост к комфортности использования часов. Этот комфорт резко улучшается, не нужно присматриваться к экрану и так далее. У них за счет увеличения подсветки очень резко улучшается читаемость самого дисплея. Восьмой момент. Интуитивное освоение меню часов за 3, самое большее 4 часа максимум. Даже самая такая простая домохозяйка разберется в часах с их максимально простым интерфейсом. Не зря надо сказать, что в коробке даже нет инструкции по эксплуатации. Действительно, ты тыкаешь пальцами, как в продукции Apple. Тут все максимально удобно, настроено, интуитивно понятно. Девятый момент. Про экран уже говорили, надо еще подчеркнуть. Экран яркий, сочный, очень контрастный и очень детализированный, то есть с большим количеством точек на дюйм. Десятый. Разумеется, экран сенсорный. Одиннадцатый момент. Присутствует замер сердечного ритма. Можно для этого замера через приложение установить различные интервалы. Это может быть 1 минута, 5 минут, 10 минут и 30 минут, допустим. Или вообще убрать эти замеры. Такой момент тоже возможен. В часах также имеется замер насыщения крови кислородом. Кроме того, здесь имеется замер уровня стресса. Сложно сказать, как это они вычисляют, но каким-то образом показатель такой имеется. Четырнадцатый момент. При сопряжении с телефоном можно удаленно снимать себя, поставив камеру на штатив или прислонив, собственно, сам телефон к чему-либо. То есть это фактически такой функционал удаленного использования камеры мобильного телефона. Пятнадцатый момент. Есть электронный компас. Кому-то он нужен, кому-то нет, но кому-то может даже пригодиться. А еще один очень большой плюс. Это мощная батарейка в суперкомпактном корпусе. Надо сказать, что при этом часы очень быстро заряжаются. И очень долго разряжаются, даже при включении всех встроенных функций. Восемнадцатый момент. По долгому зажатию кнопки вылезает масса вариантов тренировок на часах. Там и бег, и езда на велосипеде, и так далее. Девятнадцатый момент. Часы очень хорошо отслеживают фазы быстрого и глубокого сна. В целом, если смотреть на отслеживание сна, оно имеет некоторую погрешность временную между засыпанием и просыпанием. То есть, там есть погрешности по времени. Но отслеживание именно фаз сна, оно достаточно точное. Присутствует встроенный самодостаточный GPS. То есть, в самих часах уже встроен GPS. И сразу минус. На тренировках он сильно плюс 2, плюс 3 процента за сутки будет поджирать батарейку. То есть, если использовать эти часы как фитнес-браслет и постоянно включать те тренировки, где работает GPS трейтер, он будет очень сильно выедать заряд. Двадцать первый момент. Скорость разряда часов сильно зависит от включения тренировок и выставленных в приложении на смартфоне интервалах срабатывания датчиков. Причем датчики съедают батарейку не сильно. То есть, можно ставить даже, допустим, датчик на 5-10 минут. А вот то, что касается тренировок, они выедают ресурс аккумулятора очень сильно. Если ходите в тренажерный зал, бассейн или спорткомплекс не каждый день и не гоняете часто тесты на частоту сердечных сокращений и прочее, то заряда хватит где-то на 7-10 дней даже при максимальных настройках подсветки экрана и целом ряде других. Еще один плюс, который стоит отметить. При выкрученной на максимум принудительной яркости экрана он имеет очень хорошую читаемость даже на ярком солнечном свете. То есть, даже если вам на руку будет светить яркий солнечный свет, при этом экран все равно останется читаемым. Это очень большой плюс. Недостатки. Первый недостаток. Если вы выставляете, допустим, тренировку ходьба, то в этот день вторая ходьба за день не добавит время к первой в суточной статистике, в приложении к часам, а заменит первое занятие. То есть, каждая отдельная тренировка, она будет заменять предыдущую. В общей статистике, в частности, в приложении, причем не в ZEP, в ZEP Life, там будет отображаться разделение на конкретные занятия, допустим, по ходьбе и так далее. Но именно в базовом приложении там идет просто замена одного более раннего на более позднее занятие. И они не суммируются. Возможно, это программный баг в свежей прошивке часов, актуален он на начало октября 2022 года, возможно, потом это поправят, но это неудобно очень. Второй недостаток. Первые сутки ремешок слегка пахнет резиной. Затем этот аромат полностью уходит, но вот где-то сутки, максимум двое суток придется немножко понюхать запах резины. Третий недостаток. Иногда отпадает связь между телефоном и часами, которая идет через Bluetooth. В этом случае, стоя через приложение на телефоне, выполнить при подключении. Баг достаточно редкий, но иногда он вылезает и, в принципе, это немного неприятно. Кроме того, часы иногда теряют сигнал GPS, но потом сами же восстанавливают. Недостатков, на самом деле, немного и они на фоне достоинств просто меркнут. Итого, перед нами отличный гибрид часов и фитнес-браслета. Механические часы, даже японские и швейцарские, все-таки, судя по всему, уйдут в прошлое, останутся как такой фетиш для очень богатых людей. Носимая электроника с ее встроенным медицинским и спортивным функционалом все более актуальна. Уже появились электронные часы от Huawei, которые даже кардиограмму могут снять сами. Правда, пока они еще достаточно дорогие и не имеют классифицированной программы, которая нужна для этого действия. Только есть китайская прошивка и английский язык тоже поддерживается. Там русского пока нет. Что более важно, как и в случае с электронными браслетами и весами и прочими вещами, такая электроника способна мягко подталкивать человека к ведению здорового образа жизни. Разумеется, не всем понравится, что ими командуют часы, фитнес-браслет и умные весы. Зато те, кто примет некоторые новые правила жизни в цифровом мире, смогут прожить дольше и будут иметь более высокое качество этой жизни. Достигаться это будет, к примеру, путем более раннего обнаружения болезней и недопущения их появления. Собственно, активный образ жизни, контроль питания, контроль веса и прочие факторы. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.